С вещами на выход. Больше ничего не мешает Лондону запустить Брэкзит. Народ сказал свое слово, парламент одобрил. Теперь дело за правительством. Премьер обещает дать старт процессу выхода из ЕС до конца месяца. Что дальше? Узнаем у Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Если у кого-то еще были сомнения по поводу неотвратимости Брэкзита, то сейчас они испарились окончательно. Парламент не посмел пойти против воли народа и разрешил правительству запустить процесс выхода страны из Евросоюза. Следующий шаг – уведомление Брюсселя о старте Брэкзита. Премьер обещает, что это произойдет уже в ближайшие недели. Тогда и начнутся бракоразводные переговоры длиной в два года. Британии и ЕС предстоит пересмотреть сотни договоров, разорвать старые, заключить новые. И на протяжении всего этого времени Соединенное Королевство будет оставаться полноценным членом ЕС с правами и обязанностями. Правда, уже сейчас видно, что Лондон становится изгоем в европейском клубе. Прошлый саммит премьер Тереза Мэй покинула досрочно. На следующий вообще не собирается. Без сомнений, следующие годы будут непростыми для страны, в том числе и через внутренние неурядицы. Шотландия намерена отделиться от Великобритании, поскольку желает остаться частью ЕС. Премьер, мягко говоря, не в восторге от этой идеи. Я считаю, что сейчас не время играть в политику, создавая хаос и разделение. Это переломный момент для объединения нашей страны, для того, чтобы чтить волю британского народа и создать для него лучшее, светлое будущее и лучшую Британию. Скорее всего, отказать Шотландии в референдуме о независимости премьер не рискнет, но перенести его сможет, предложив провести голосование после официального разрыва с Брюсселем. Конечно же, правительство надеется установить выгодные условия сотрудничества с ЕС после выхода. Дескать, тогда у шотландцев не будет смысла отделяться. Но вслед за Эдинбургом уже бунтует и Белфаст. Националисты партии Шинфейн призывают провести референдум в Северной Ирландии об отделении от Британии и воссоединении с Ирландией. Так что правительству придется вести переговоры одновременно и с европейскими бюрократами, и с местными националистами. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.